У нас же 8 сентября не только выборы главы состоятся, но очень много муниципальных выборов. Почти во всех городах, если ошибаюсь, но в Уфе не будут точно проходить, но в других крупных городах республики, в районах, по-моему, тоже во всех, в поселковых во многих. Больше 100 избирательных компаний. И нет ли смысла, не знаю, скажем, людям, которые хотят как-то поменять, как вы говорите, переустроить тот же Башкортостан, участвовать именно в этих выборах и направить усилия туда? – Участвовать в муниципальных и местных выборах категорически имеет смысл. И вот почему я анализирую эту ситуацию. Меня всегда вдохновляла эта история. Забыл я название этого сельсовета, он где-то рядом с Уфой, где однажды выиграла футбольная команда выборы. – Футбольная команда? – Был такой случай, да. Была просто группа людей. Они играли футбол у себя во дворе, причем она неформальная, а просто люди в футбол играли. И у них надвинулись какие-то муниципальные выборы. И они пошли, все забаллотировались, и их всех выбрали. Ну, то есть там вот плюс-минус один человек. – То есть на выборах местных выборах легче. – На местных выборах ситуация с фальсификациями настолько сложна. То есть чем мельче масштаб выборов, тем экспоненциально усложняется возможность фальсификации. В конечном итоге мы можем даже смоделировать ситуацию. Вот маленький сельсовет, там 100 избирателей, 200 избирателей. По сути они все или родственники, или знают друг друга. Сказать, что там 80% из них проголосовало за человека, которого все там люто ненавидят в деревне, невозможно. Ну, потому что вот у нас проблема ведь на больших цифрах, на больших объемах избирателей в том, что мы друг друга не видим. То есть я вижу там условно 100 человек в день, да, вы видите 100 человек в день и так далее. А если у нас 3 миллиона избирателей в республике, мы, по сути, не имеем контакта, мы не можем сверить часы. А в маленькой деревне люди сверяют часы быстро и сразу, прямо около сельпо. То есть я к чему? Это к тому, что, да, участвовать в местных региональных выборах имеет смысл, особенно тем, кто понимает, зачем он идет на эти выборы, и вот что он хочет сделать конкретно в своем сельсовете. Это очень важно, это очень полезно, и потом это полезно с точки зрения, ну, возвращения народа власти в нашей стране. То есть если снизу пойдет вот это вот некое, будет набираться количество реально избранных депутатов, то они и потихонечку наверху станут появляться. Субтитры создавал DimaTorzok